Наша задача повышать доступность медицины. Ключевым событием прошедшей недели стало обращение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева к жителям. Глава региона обозначил вектор развития в соответствии с посланием президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, озвученному ранее. Работу усилит в таких отраслях, как здравоохранение, медицина, образование, культура. Здесь Андрей Воробьев отметил завершение реконструкции Дома культуры «Выстрел» и культурно-досугового центра Тимонова в округе. Учреждение культуры откроет свои двери в этом году. Внимание также было уделено предпринимательству, дополнительной помощи льготным категориям граждан. Торжественную церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации провели в мастерской управления «Сенеж». Самый важный документ получили более 20 юношей и девушек. Граждан поздравили глава городского округа и председатель местного совета депутатов Марина Веремеенко. 12 молодых семей Солнечногория теперь смогут купить квартиру или построить дом за счет социальной выплаты. Программа финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов, а сумма зависит от количества членов семьи. Современный передвижной диагностический комплекс начал курсировать по территориальным управлениям округа. Для удобства граждан в машине предусмотрено место для ожидания приема врачам. Автомобиль оснащен современным цифровым рентгенографом «Пульмоскан», который позволяет проводить различные обследования органов грудной клетки и выявлять туберкулез, онкологические и другие заболевания на ранней стадии развития. Оборудование поступило в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, здравоохранения Подмосковья. В день 76-летней годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда во всех территориальных управлениях округа прошли тематические акции «Блокадный хлеб» и «Блокадный Ленинград». На улицах солнечногорцам раздавали краюшки хлеба весом в 125 граммов, также листовки, иллюстрирующие события военного времени. Всего по округу участие в акции приняли несколько сотен человек. Подъезд многоквартирного дома, расположенный в деревне Радумля, продолжит борьбу за звание лучшего в регионе по итогам первого этапа областного смотра конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье». Выбирать победителя будут из 15 претендентов из 7 муниципалитетов. В рамках второго этапа конкурса подъезд посетила комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций, областного министерства и ГЖИ. С 1 марта свою работу на территории городского округа прекратят управляющие компании, рейтинг которых ниже двух звезд. Работа по выявлению недобросовестных управляющих компаний в Солнечногоре проводится силами администрации совместно с представителями надзорных ведомств региона. Первый заместитель главы администрации городского округа Михаил Тружков вместе с представителями структурных подразделений администрации провел встречу с предпринимателями. Мероприятие состоялось на базе каворкинг-центра «Альянс». Кроме того, еженедельно каждую среду глава округа проводит встречи с представителями малого и среднего бизнеса в формате «Бизнес-часа». В физкультурном комплексе «Олимп» прошло первенство Московской области по греко-римской борьбе. 75 спортсменов, входящих в состав сборной региона, выявляли лучших из лучших. Возраст участников от 17 до 25 лет. Бронзу также взяли спортсмены из Солнечногорска Даниил Руднев и Ибрагим Асоев.